В прошлый раз мы с вами разобрали if. Есть еще много других команд, но if еще кое-где пригодится. Начнем с того, что скрипт, который мы пишем, должен выполняться рутом, так как тут и команда user-add и добавление строчки в sudoers. В самом скрипте мы нигде не пишем sudo, так как предполагаем, что либо рут запустит этот скрипт, либо пользователь с командой sudo. Но что будет, если скрипт запустить без sudo? Выполняются все команды, правда некоторые выдадут ошибку, что недостаточно прав. Сейчас у нас скрипт небольшой, можно понять, что ничего страшного не произойдет. Но в будущем в скрипте могут быть команды, которые могут сработать и от рута, и от обычного пользователя. И если скрипт запустится от обычного пользователя, то некоторые команды выполнятся, некоторые нет. И в итоге это приведет к неожиданным последствиям. Поэтому лучше в начале скрипта сделать проверку, а кто именно запускает скрипт. Если это рут, то все окей. Если кто-то другой, то нужно остановить скрипт и выдать ошибку, что недостаточно прав. Условие у нас такое. Проверить, является ли текущий пользователь рутом. Для этого нужно распознать текущего пользователя. Это можно сделать с помощью команды id. Причем все завязано не на самом слове root, а на его user id, который равен нулю. То есть можно встретить случаи, когда вместо root используется другой пользователь с uid 0. Поэтому лучше ориентироваться на uid. Команда id с ключом u должна быть 0. Проверку нужно делать в самом начале, чтобы никакие другие команды не выполнились. Как писать условия мы знаем. If, скобки. Дальше нам нужно выполнить команду, чтобы узнать uid и убедиться, что он не равен нулю. Итак, если uid не равен нулю, пусть скрипт выдаст ошибку и завершится. Чтобы завершить скрипт, используем команду exit. Также давайте вспомним, что обычно ошибки сыпятся в stdError. И чтобы наш скрипт тоже так делал, добавим после эхо направление stdOut в stdError. В итоге у нас вывод эхо уйдет в stdError. Также вспомним про статусы выхода. Именно с помощью команды exit мы и будем выдавать статус выхода с ошибкой, то есть единицу. Сохраним и проверим. Как видите, статус выхода один. А чтобы убедиться, что ошибка в stdError, направим stdError в файл. Все работает как надо. Не забудем добавить комментарии к нашему скрипту, чтобы легче было его понимать. Теперь давайте переделаем условия по нашей группе. Добавим еще требований. Суда права теперь должны быть у двух групп. IT и Security. Если имя пользователя админ, но его группа не IT или Security, то все равно у него должны быть суда права. Итак, для групп нам нужно сравнивать переменную групп с двумя значениями IT и Security. Это можно сделать как в рамках скобок, используя опцию O, то есть OR, либо сделать это сравнение на уровне баша. Это работает примерно как с IF. Баш понимает статус выхода. Обычно, когда мы хотим выполнить несколько команд разом, без скриптов, мы ставим точку с запятой между командами. И даже без IF можно добавить логики. Допустим, если мы хотим, чтобы выполнилась первая команда, и если она выполнилась удачно, то есть статус выхода 0, выполнить вторую команду, то между командами мы ставим 2 амперсанда. Это называется оператор I. Первая команда выполнилась успешно, вследствие чего выполнилась вторая команда. Теперь перевернем команду. Как видите, первая команда выполнилась неудачно, вследствие чего вторая команда даже не запустилась. Теперь сделаем наоборот. Если первая команда выполнилась удачно, то вторую даже не запускать. А если первая неудачно, то запустить вторую. Для этого используется оператор или. Две прямые линии. Например, в первом случае первая команда выполнилась успешно, вследствие чего вторая команда даже не запустилась. Теперь перевернем. Как видите, первая команда завершилась с ошибкой, вследствие чего запустилась вторая команда. Обратите внимание, в трех из четырех случаев, при использовании оператора I, получается статус выхода не равный нулю. А с оператором или наоборот. Теперь сделаем то же самое в скрипте. Используем две команды скобок и поставим оператор или. Как мы помним, if интересует только статус выхода. И если одно из условий окажется верным, то сработают команды после zen. Давайте проверим. Как видите, в sudoers добавилась группа security. Касательно второй задачи. Нам нужно пользователю admin также давать права sudo. У нас уже есть условия проверки на группа. Если условие не срабатывает, if закрывается. В прошлый раз я упоминал else. Если условие не срабатывает, запускать другую команду. Но нам это не подойдет. Это будет работать для всех пользователей из других групп. А нам нужно, чтобы это работало только у админа. То есть нам опять же нужно проверить условия. Итак, если не сработало первое условие, то есть группы другие, то нужно проверить еще одно условие пользователя. Для этого используем команду if, то есть else if. Синтаксис примерно такой. If условие, then команда. If другое условие, then другая команда. If третье условие, then другая команда. И так далее. Пока там в конце не будет else и команда для всех остальных случаев. И fin. Этих if может быть много. И if завершится, когда одно из условий сработает и выполнится команда после zen. В нашем скрипте мы пишем if user равен admin, then и копируем строчки проверки для добавления записи в sudoers, заменяя при этом групп на user. Можно было бы просто добавить пользователя админ в группу will. Но на разных дистрибутивах это может быть группа sudo или что-то другое. Поэтому надежнее просто прописать самого пользователя. Окей, теперь проверим. Как видите, запись создалась. Пойдёмте дальше. До этого мы могли сделать наш скрипт либо интерактивным, либо вводить параметры при запуске скрипта. Теперь же с помощью if мы можем использовать оба варианта. Для этого нам нужно проверить, было ли что-то передано нашему скрипту в виде параметров. Если да, то использовать эти параметры. Если нет, то выводить приглашение ввести данные. А так, задача. Проверить, вводил ли пользователь параметры при запуске скрипта. Мы знаем, что параметры превращаются в значения переменных 1, 2 и так далее. Нам нужно проверить, есть ли у этих переменных значения. Для этого используем тот же if со скобками с опцией z, которая проверяет, есть ли значения у переменной. z означает zero length, то есть команда проверяет, равно ли значение переменной ничему. Если да, то есть если там пустая переменная, то статус выхода 0. Проверяем переменную 2, так как если она есть, есть и первая. Итак, если скрипту не передали параметров, или передали всего один параметр, то стоит вывести приглашение ввести данные. Иначе, стоит эти параметры использовать как значение переменных user и group. Ну и вывести об этом текст. Теперь проверяем. Сначала без параметров. Затем с одним параметром. И, наконец, с двумя параметрами. Всё работает. А вы попробуйте написать так, что если вводится один параметр, скрипт будет использовать его в качестве имени пользователя и спрашивать только имя группы. А если больше двух параметров, то выдавать ошибку, что синтаксис неправильный, и завершаться. И если уж мы это делаем для автоматизации, то нужно сделать скрипт таким, чтобы он не требовал от нас ввода или параметров. Пусть лучше он будет их брать в файле. Предположим, у нас есть компания, и HR при приёме на работу заполняет файл. А наш скрипт должен брать из этого файла данные и создавать пользователей. Для начала сделаем что-нибудь примитивное. Во-первых, укажем путь к файлу. И зададим его как переменную, чтобы легче было его в дальнейшем менять. Дальше. Я хочу оставить способ создания пользователей вручную. Поэтому способ с файлом сделаем как одну из опций. То есть по порядку. Если скрипт запустили с параметрами, то использовать эти параметры. Если скрипт запустили без параметров, то пусть он проверит наличие нужного файла. Если файл есть, то пусть скрипт возьмёт данные из файла. Если файла нет, то пусть выведет предложение ввести данные. Для этого я немного поменяю условия. Условия с пустой переменной 2 я переверну. Тем самым проверяю, есть ли значение у переменной 2. И её команды поставлю выше. Дальше использую lif, чтобы проверить наличие файла. А в конце оставлю вариант с предложением ввода. Теперь остаётся определиться с файлом. Создаём файл. И прописываем в одну строчку пользователя и группу. Теперь нам нужно из этого файла достать эти данные и назначить их в качестве значений переменным. Для этого используем команду cut. Делителем у нас выступает пробел. Столбик 1 – это имя пользователя. Столбик 2 – группа. Укажем это в скрипте. И в конце добавим строчку, чтобы она показывала эти значения. Проверим скрипт. Всё создалось. Пользователь 22 с группой IT. В будущем мы разберём, как с помощью одного файла создавать много пользователей. Сделаем файл посложнее. Добавим больше данных, больше возможностей. Если у вас есть свои идеи, пишите в комментариях. И обязательно практикуйтесь. Придумывайте себе задания. Какими бы они сложными ни оказались, любая попытка – это опыт. Продолжение следует... Продолжение следует...